Чарльз Старретт, как дюранга кит. В фильме «Зарево над Пекасом». В фильме снимались Патриция Уайт, Пол Кэмпбелл, Чарльз Уилсон, Томас Джексон, Ред Арнольд, а также Смайли Бёрнетт. Автор сценария – Норман Холл. Оператор – Айра Морган, художник-постановщик – Чарльз Плейк, редактор фильма – Ричард Фентл, набор декораций – Сидни Клиффорд, продюсер – Холберт Ларк, режиссер – Рэй Назарро. Айра Морган, художник-постановщик – Дев Знаunden, Холл. В втором рае. В первом рае. В первом рае. Самыми заклятыми врагами цивилизации на Диком Западе были белые, которые ради наживы вооружали дикие индейские племена На протяжении многих лет они будоражили границу кровавыми набегами, такими как нападение на торговое поселение у Пекоса Рано или поздно нарушавшие закон преступники допускали небрежность После индейского набега на одно из торговых поселений Мэтта Картера, Дюранго Кит спустя много месяцев приблизился к решению этой проблемы Наконец-то появилась какая-то определенность Теперь Дюранго Кит должен был выяснить Кто же изображал из себя индейца и по какой причине? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, Бакшат, как все прошло? Как прошло? А что вы ожидали, заключая со мной сделку? Краснокожие уничтожили все торговое поселение Это уже третье Ну, давай посмотрим Есть еще два, далековато отсюда Мэтт Картер не прибавит и доллара к своему состоянию в этом месяце Отец, что случилось, папа? Что-нибудь серьезное? Сейчас у меня нет времени тебе рассказать, дорогая Посмотри на него Уходит Вероятно, только что получил новости и озабочен тем, как бы заработать немного денег Он похож на расстроенного клеща Эй, погодите, Айс Я же еще не рассказал вам настоящих новостей Вам больше не надо беспокоиться о Дюранго Киде Что? Просто я его убил Сбросил с обрыва с головокружительной высоты Бакшат, это самый счастливый день в моей жизни Ну, я рад, что вы так думаете, Айс Возьми сигарету, спасибо Знаешь, если бы Дюранго Кид когда-нибудь узнал о том, что я снабжаю индейцев винтовками, он разорвал бы меня на куски Ну, теперь-то вы можете вздохнуть свободно Не знаю, как вы, Айс, но я собираюсь это отпраздновать И я тоже, отлично Это, 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 это самая лучшая лошадь здесь, верно? Несомненно, интересно, чья она? Томаса Бакшата, Томас Бакшат? Не уверен, что мне знаком этот джентльмен Он что-то вроде управляющего у Айса Броквея Айс, здешний мэр Это плохая репутация для Бакшата, неужели? Подскажите, где здесь приблизительно можно перекусить? Замечательный ресторан Смайли Бернетта Это я Я получил пищевую концессию от мэра в его салоне Но как вы справляетесь с рестораном? Я думал, вы маршал О, это подработка Подработка? Да, мэр сказал, что если я не стану городским маршалом, то не смогу получить концессию на ресторан Почему? Ну, я сам не понял Я либо занимаю сразу два рабочих места, либо ни одного О, пойдем Теперь все отлично Только меня не пристрели Мы же друзья, помнишь? Да, друзья до гроба Верно, я подскажу тебе, что сделать Отправляйся туда и разнеси салон Майкла Дойля Ты знаешь, что я люблю хорошо повеселиться И вы действительно хотите, чтобы я позабавился? Ага Это он Отправляйся туда и разнеси салон Майкла Дойля Злая шутка, Броквей Шутка? Напоить Бакшота и отправить ко мне, чтобы он все здесь разнес Да, я думаю, это поняла закон Почему бы вам не обратиться к Маршалу Бернетту, чтобы он его остановил? О, нет уж Я ушел в отставку, четыре выстрела назад Ты не можешь уйти в отставку, пока я здесь мэр Ты здесь самый забавный Пьяный с двумя шестезарядными Ничего смешного Может быть, хотите его остановить, так и сделаю Вот ваш парень, Маршал О, нет, вы его взяли, он ваш Ну, Айс, кажется, вы уже достаточно повеселились Делая Смайли объектом шуток Если этот парень захочет остаться здесь на какое-то время Сделайте его заместителем Смайли Не думаю, что будет справедливо тратить деньги налогоплательщиков на заместителя Маршала Когда у нас есть такой способный Маршал, как Бернетт Я заплачу ему за работу Вы пытаетесь вывернуться, Броклэй Не думаю, что он захочет эту работу Знаете, а я не против Да? Ну, а если с вами что-нибудь случится, не вините в этом меня Так что, значит, я могу нанять этого парня? Да, если ему нужна работа Мы найдем здесь применение такому парню, как вы Мистер Блейк Стив Блейк Я Мэтт Карвер Рад познакомиться, сэр Покажите ему окрестности, Смайли Конечно Я не только покажу окрестности Я устрою для вас шоу Давай, поднимайся Я вышвырну этого типа из города Это может насторожить Мэтта Картера Просто вытащи его из города и сделай из него посмешище Дай всем повод для смеха Вы получите свое веселье Мэтт Карвера Мэтт Карвера Мэтт Карвера Мэтт Карвера Мэтт Карвера Это все, братья Прошу прощения Меня зовут Джим Трейнер, редактор путеводной звезды Пекаса Привет, Стив Блейк Садитесь Спасибо Вы знаете, что связались в давнюю вражду Брокуи и Картер? Да В чем же причина их вражды? Во всем Они оба хотят контролировать плата Пекас и область к западу от реки Картер его обскакал, верно? Ну, пока Айс не взял путеводную звезду под контроль местных властей И индейцы не начали уничтожать торговые поселения Картера Понятно Должно быть, в этом есть связь И Картер считает Айса причастным к торговле оружиями А Брокуи говорит, что Картер сам продает индейцам винтовки Скажите, а откуда вообще взялся Брокуи? Никто не знает Появился в городе с колодой карт и сотней долларов в кармане А теперь заправляет почти всем в городе Я думаю, нам стоит лучше познакомиться Да уж Ему не понравилось ваше назначение заместителем Смайлия Почему? О, став мэром, он первым делом назначил Смайли городским маршалом Просто ради смеха Он не хочет, чтобы здесь были закон и порядок Он хочет большой и свободный город А вы работаете в его газете? Ну, я трачу его деньги И пишу то, что он мне скажет Но это пока так Ваша салфетка Спасибо Поднимайся Забери у него пояс с револьвером, Трейнер Теперь встань там О, что такое, Бакшат? У тебя небольшие проблемы с новым заместителем? Нет, я просто собираюсь немного с ним поиграть, прежде чем вышвырну из города Эй, Бернет, что сэр? Подай парню его еду Да, сэр Целая индейка Неплохо для такого бродяги Думаю, я сам ее съем Оторви ножку Будешь мне прислуживать Заберите у него пистолет, Трейнер Положите Теперь ты будешь мне прислуживать Нет Я люблю начинать с крылышка Вот список моих расходов на сегодняшний день Мне кажется, большинство на вашем месте уже сдались бы и отступили О, я не смогу этого сделать Все эти мелкие фермеры и поселенцы зависят от меня и моих торговых поселений с запасами продовольствия Именно поэтому я все бросил, чтобы увидеться с вами, мистер Картер В городе говорят, что вы ждете товарный обоз Отправляющийся из Санта-Фе через день или два Завтра, если быть точным Скажите, почему бы вам не телеграфировать распоряжение о том, чтобы его придержали на несколько недель К тому времени полк Соединенных Штатов отправится в Форт Буш и сможет сопроводить ваши фургоны О, я бы хотел, Стив, но это невозможно Здравствуй, дорогая Стив, я хочу познакомить вас с моей дочерью Лолой Как ваши дела? Приятно познакомиться Мистер Блейк, новый заместитель маршала, я тебе рассказывал О, я вижу Папа, я только что говорила с Джимом Трейнером И он хотел бы... Чем меньше ты будешь общаться с этим деревенщиной Хоросом Грилли, тем лучше Но, папа, он никогда не сделал тебе ничего плохого И, кроме того, он хочет знать правду о твоем последнем торговом поселении Передай ему, чтобы узнал от Броквей В любом случае, он напишет так, как ему скажет Айс Но это вовсе не значит, что он нам не друг Папа, я думаю, Джим хочет нам помочь Я согласен с Мисс Лолой Мне кажется, Трейнер неплохой парень Ну, похоже, меня превзошли числом Хорошо, встречу с ним О, спасибо, папа Вот еще одна причина, по которой я не могу сдаться, Стив Тоже серьезная причина, по которой вы не должны рисковать Понимаю, о чем вы, но караван фургонов отправляется из Санта-Фе завтра Надеюсь, вам нравится еда, парни Тушеное мясо на вкус, как будто приготовлено вчера Так и есть До того, как я подам вам десерт, хочу показать трюк, который проделывал один фокусник в Альпасо Я собираюсь сдернуть скатерть, не разбив этих трех стаканов За каждый разбитый стакан удержу с тебя по одному доллару О, в этом нет никакого трюка Смотрите, пусто в рукавах, пусто в карманах Пусто в твоей голове Видели? Поторопись и принеси еду Когда поедим, нужно заплатить вождю, медвежьему когтю, за еще один визит Зачем? Караван фургонов Мэтта-Картера из Санта-Фе стоит в расписании на завтра Если поселенцы не получат припасов, которые ждут, ничего больше не удержит их на этой территории Вот тогда вы и развернетесь, да? 66 67 68 68 Сколько? Я должен вам 68 долларов И ты их заплатишь Это Санта-Фе Это Пекос Ривер Это Плата Пекос Медвежий коготь понимает? Мне понятно Нападете, когда босс будет здесь Понятно? Мне понятно Убейте людей, убейте лошадей, фургоны сожгите Понятно? Мне понятно Сколько винтовок? Медвежий коготь хочет 100 винтовок Это слишком много Медвежий коготь хочет 100 винтовок Понятно, Брокуэй? Брокуэй понял Ты получишь винтовки Старый вождь двинулся умом, Айс 100 винтовок Это дорого вам обойдется Да, но не настолько Насколько может обойтись Если Мэтт Картер Получит свой обоз Зировал Музыка Зировал КОНЕЦ Что случилось, Билл? Нас уничтожили прошлой ночью. Индейцы? Да. Где это произошло? У кактусовой мессы. Ты знаешь, какое племя? Не могу сказать, Мэтт. Но все индейцы одинаковые. Ладно, парни, всё в порядке. К бару. Идите и повеселитесь немного. За счёт заведения. Рэд, споёшь нам свою песенку? 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 Вы отдадите ему 100 винтовок, о которых договаривались? Конечно. Сейчас его индейцы нужны мне больше, чем когда-либо. С их помощью я смогу получить землю Мэтта Картера в свое владение. Вы не удержите эти территории с одними индейцами. Но я не собираюсь использовать только индейцев. Как мэр Пекоса и известный газетный издатель, я уже обратился в Вашингтон за помощью армии. Значит, вы хотите, чтобы здесь повсюду сновали солдаты? Армия, мой не очень догадливый друг, заставит медвежьего когтя отступить к северу на индейскую территорию, после того, как он расправится с Мэттом Картером. Тогда все земли к западу от Пекоса будут моими. Айс, у Вас на плечах умная голова. Да, и я собираюсь сохранить на ней волосы. Теперь о винтовках. Тебе лучше сделать Керли Найлзу заказ на поставку. Ну, 100 винтовок довольно трудно перевести через перевал Красных Скал. Знаю. Скажи ему, чтобы двигался по каньону Деора. Переправим винтовки дилижансом. В этот день дилижанс поведут Чак и Уайки. И мы позаботимся, чтобы не было никаких пассажиров. Керли Найлзу заказ на пассажиров. Керли Найлзу заказ на пассажиров. Керли Найлзу КОНЕЦ Дюранго! КОНЕЦ Трейнер, я пришел сюда потому, что считаю, вам можно доверять. То, что я работаю на Айса Брокве, еще не значит, что я думаю, как он. Я так и понял. Скажите, вы узнали бы эту перчатку, если бы когда-нибудь снова ее увидели? Конечно. Хорошо, в следующий раз, когда ее увидите, распознайте ее как Дюранго. Ладно. Ставлю 20 долларов на то, что ты не попадешь в кувшин с молоком. Вот твои 20 долларов. Это того стоило. Ну все, братья, с меня хватит. Если Мэтт Картер хочет свой обед, он может приготовить его сам. Я не собираюсь быть мишенью ни для кого, никогда и нигде. Керли должен вернуться уже скоро, верно? Почему? Почему он управляет этим дилижансом? Не знаю, но мы сейчас это выясним. И позволь говорить мне. Эй, Джим, здесь история для вас, посмотрите. Найлз Керли, кто это? Ему плохо? Он мертв. Где вы его нашли? В дилижансе, примерно в миле от города. Это все? Не было ни возниц, ничего другого в дилижансе? Нет. Вы не думаете, что какие-нибудь индейцы... Индейцы, убивая человека, не оставляют при нем оружие, айс? Да, верно. Ну, заместитель, отправьте его к доку Саммерсу. Позаботьтесь, чтобы ему организовали хорошие похороны. Конечно. Айс, что вы теперь будете делать? О, помолчи. Я пытаюсь подумать. Эй, посмотрите на это. Что это такое? Я знаю только одного человека, который носит перчатки с буквой D. Кто он? Дюранга Кид. Вы сошли с ума. Дюранга Кид мертв. Если так, то у меня есть прекрасная история. Но перчатка заставляет меня думать, что он очень даже жив. Ладно, трейнер. Можете вернуться к своей работе. И держите язык за зубами. Значит, Дюранга Кид мертв, да? Ты же его убил. Да, я на самом деле его убил. Когда я стреляю в человека, он умирает. Кто же тогда убил Найлза Керли? И что случилось с винтовками? Как ты объяснишь эту перчатку? Это обман, Айс. Никто в городе не посмел бы дурачить Айса Бропвея. Есть один человек. Да? Мэтт Картер. Да, да, он может. А еще Джим Трейнер. С чего вы взяли? Трейнер новичок. Откуда он знает о Дюранга Киде? О, вероятно, он только что узнал о нем. Ну, тогда как он смог узнать перчатку Дюранга? Если только кто-нибудь раньше не предупредил его. Вы правы, Айс. Нам придется кое-что сделать с трейнером. Это проблема. Возникнут вопросы. Трейнера здесь любят. Не волнуйся. Я поручу это дело Гансмоку Балларду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Ты достал меня, Блэйк. Вот мой револьвер. Ты человек с двумя револьверами. Баллард, брось второй. Я принесу его тебе сам, дешевый заместитель. Двадцать тысяч долларов. Отличная цена, мистер Джейсон. Я распоряжусь, чтобы мои люди пригнали Скотт немедленно. Прекрасно. О, как раз вовремя, Стив. Входите. Познакомьтесь с мистером Джейсоном. Он армейский торговый агент. Рад вас видеть, мистер Джейсон. Как ваши дела? Вы знаете, это была идея Стива сотрудничать с армией. Когда полковник Уоткинс узнал о рогатом скоте мистера Картера, он уполномочил меня срочно сделать закупку. Но это нас не очень расстроило. Я заплачу прямо сейчас и продолжу свой путь. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, папа сможет профинансировать еще один товарный обоз и спасти поселение. Мистер Джейсон скажет полковнику Уоткинсу, чтобы он отправил вместе с фургонами кавалерию. Кажется, вы не очень этому рады, Стив. Я могу ошибиться, но что? О, ничего. Я просто надеюсь, что информация об этой сделке никуда не просочится. Несколько дней я буду занят на ранчо, так что ты... Со мной все будет в порядке, папа. Джим будет... О, я имею в виду, не о чем волноваться. На самом деле. Если что-то пойдет не так, как надо, можешь разместить в его газете объявление. Требуется помощь. Пошел, парень. До свидания, папа. Картер уезжает. Передай трейнеру, что я хочу немедленно видеть его в своем кабинете. Моя работа заключается в том, чтобы печатать новости Айс, а не подрывать доверие. По-моему, когда армейский торговый агент заглядывает к Мэтту Картеру, это новость. Вы только что были там. Какое заключили соглашение? Я не могу рассказывать. О, это часть соглашения. Я так не говорил. Трейнер, я плачу вам за продвижение моей газеты. Но если я когда-нибудь узнаю, что вы скрываете новости, которые могут быть интересны горожанам, как только появятся новости, я их напечатаю. Не раньше. Трейнер, лучше подумайте об этом. И хорошенько подумайте. Дюранго Кит уже ждал Джима, когда тот вернулся от Брокуэя. То, что он хотел от Джима, нужно было сделать срочно. Но Дюранго знал, что убедить его будет не так просто. Со временем Брокуэй узнал бы детали соглашения о скоте Мэтта Картера. Скоро информация станет известна всем на военной почте. До этого Дюранго Кит должен был убедить Джима Трейнера в том, что самую большую помощь Картеру тот сможет оказать, напечатав о нем статью с указанием подробностей о деньгах, которые мистер Джейсон заплатил ему за скот. О, доброе утро, мистер Брокуэй. Чего же в нем доброго? Ну, есть одна вещь. Я получил 68 долларов, которые вам должен. И как же ты получишь эти 68 долларов? Легко. Я поспорил со стариной Рэдом Арнольдом, что смогу снова проделать тот трюк. Ты хочешь сказать, что попробовал еще раз? Конечно, посмотрите. Теперь я должен вам только 65 долларов. Три из них даже не разбились. Убери этот беспорядок. И, Рэд, давайте сыграйте немного. А то как-то мертво тут. Играйте, парни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне нравится. Боже мой! Стив! Черт подери, где вы были? Я боялся, что это случится до того, как вы приедете. Что должно случиться? Читайте. Трейнер должен был все проверить, прежде чем печатать такую информацию о мистере Картере. Продажа 500 голов скота армии позволит Мэтту Картеру реализовать свои планы относительно... Нет, 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 нет. Читайте здесь. Вот здесь, да. Однако, нет никаких сомнений в том, что мистер Картер остался очень доволен, положив в свой сейф 20 тысяч долларов. Что в этом такого? Что в этом такого? Да ведь теперь каждый жулик в западу от Пекаса будет знать об этих деньгах. Что в этом такого? Не волнуйтесь, Маршал. Вы будете рядом, чтобы его защитить. Ой, я знал, что вы это скажете. Ну, трейнер, я рад тому, что вы решили принять мою сторону. Отличная работа. Это все? Да, конечно, можете идти. Я просто хотел, чтобы вы знали. Я ценю хорошую работу. Вы знали, что трейнера так легко напугать. О нет, просто он сообразительный. Все в городе узнают об этом, и любой может быть обвинен в том, что произойдет. А как же насчет Стива Блейка, если он решит проследить за сохранностью сейфа? Да, лучше бы убрать его из города. Пошли за Слипи Ларсоном. Что он может сделать? Слипи передать Стиву сообщение, чтобы выманить его на ранче Картера сегодня вечером. Я бы не был слишком суровым к Джиму Трейнеру. Возможно, у него были серьезные основания напечатать эту статью. Я больше никогда не хочу его видеть. А когда папа узнает о том, что он сделал... Лола! Не переживайте, Джим. Возможно, она изменит свое мнение сегодня вечером. О чем вы? Мне кажется, я знаю, почему вы напечатали эту статью. Вы Стив Блейк? Верно. Я с ранче Картера. Мэтт просил меня передать вам это. Что за проблемы на ранче? Мы пытаемся вывести из загона СКО для армии. Я получил травму и приехал к доктору. Лучше поторопитесь к нему, а я поспешу туда. Скажите, это мог написать Картер? Не думаю. Я знаю, что у него прекрасный почерк. Вы не доберетесь до ранча засветла, если не отправитесь прямо сейчас. Да, вы правы. Поехали, Сток. Торговая компания Картера. Эй, Маршал! Я вижу, ты на работе. Да, конечно. Поблизости не будет никаких подозрительных типов пока здесь. О, к разговору о подозрительных типах. Мне кажется, я видел шатающихся бездела на другом конце города. Вы уверены? Да. Возможно, тебе лучше пойти туда и проверить. Вы уверены? Ага. Думаю, так будет лучше. Хорошо, давайте одеяло. Отойдите туда. Пусто. Разочарован Броквей. Руки. Повернитесь. Бросьте оружие. Так ведь Дюранго Кид мертв, верно? Не настолько, насколько будете вы, если попытаетесь что-нибудь выкинуть. Чего вы хотите, Дюранго? Покончить с вами. Как мэру этого города вам предстоит пережить трудные времена. Объясняю, почему вас так же интересовал сейф Мэтта Картера. Налогоплательщики будут здесь в любую минуту. Не звука, ты тип в маске. Я взял тебя на месте преступления. Отличная работа, Маршал. И не пытайся выкинуть какой-нибудь трюк. У меня очень чувствительный спусковой крючок на этом домоходе. И достаточно пороха, чтобы отправить тебя в царство небесное. За ним, парни. Да, за ним. Не дайте ему уйти. Держите его, парни. Быстрее. За ним. По коням и за ним. Субтитры создавал DimaTorzok Дюранго, как будто нам приснился. Больше его никто не видел. Думаете, деньги у него? Нет, если только он не знал комбинацию сейфа. Я предполагаю, что тренер нас обманул своей газетной статьей. Но часть истории была правдой. Люди Картера начали перегонять скот в Форт Буш. Предположим, армия никогда не получит эту поставку коров. Предположим, индейцы медвежьего когтя совершат набег на стадо. Вы же умыли медвежьего когтя. Он не получил сотню винтовок, которые вы ему обещали. Помните? Да, но Буш почувствует себя намного лучше, когда я отдам ему 500 голов скота. Пора убираться отсюда, Бакшат. Мы должны быть на земле индейцев к рассвету. КОНЕЦ 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 Дюранго КОНЕЦ 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 Эх, это хорошо, парни. Очень хорошо. Вы знаете, что я люблю повеселиться. В чём дело? Где ты пропадал со вчерашнего дня? В форте Буш. И мне повезло выбраться оттуда, Айс. Вождь Медвежий Коготь вас надул. Что? Он вернул Скотт Армию. Если это такая шутка, я говорю правду. Мы с вами так близки к повешению, что я чувствую сжение верёвки на своей шее. Продолжай. Медвежий Коготь превратился в хорошего индейца. Рассказал полковнику Уоткинсу обо всех соглашениях. О винтовках, о набегах на торговые посты, обозах, обо всём. Полагаю, есть над чем посмеяться. Я просто подумал, я же поднялся в этом городе с холодной карт и сотней долларов. И довольно неплохо. Начать на новом месте с двадцатью тысячами долларов будет в двести раз легче. Пока на западе есть индейцы, пока индейцам нужны винтовки. Мы поедем дальше на запад, где у армии меньше шансов испортить наши планы. Бакшотт, мы должны прибрать к рукам двадцать тысяч долларов картера, прежде чем покинем город. Лола, если бы вы только позволили мне объясниться, вы не скажете ничего, что могло бы всё изменить. А если я вам скажу, что деньги вашего отца вообще не были украдены? Они у меня с тех пор, как Дюранга Кит передал их мне. Он сказал отдать их вам или вашему отцу после поставки скота. Спрячьте, быстро! Опусти жалюзи. Я хочу поговорить с вами обоими. Думаю, вы знаете, что мне нужно. Вы напрасно тратите время, Айс. В этом кабинете нет ничего, что вам нужно. О, неужели? Где же деньги? Не знаю. Не знаешь, да? Никто не выйдет отсюда живым, пока я этого не узнаю. Вы вышли на ложный след, Айс. Дюранга Кит украл деньги. Мне думается, вам известно, что он с ними сделал. Займись им. О, пожалуйста, прекратите. Вы убьёте его. Я знаю, где деньги. Лола, не говори ему. Заткнись. Вот. Давай, Бакшот, уходим отсюда. Они у нас. Погодите, Айс. Вы же не собираетесь оставить в живых этих двоих. Позаботься о них. Отлично, Маршал. Они оба ваши. Ну, наконец-то я вас взял. Точно там, где я ожидал. И как Маршал этого города, я... Конец фильма. Переводки сальв. Текст читал не персе. Монтаж звука Аликс МТ. Релиз группы Вестерс. Русал. 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 Продолжение следует...